Всем привет, а вы на канале Тупарми. В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из пяти машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения. Во-вторых, по его словам, завершены предварительные испытания колесной платформы К-16 «Бумеранг». В следующем году планируется изготовление опытных образцов, которые также будут подключены к госиспытаниям. Завершаются и государственные испытания модернизированного танка Т-90М «Прорыв». По их результатам будет принято решение о принятии на вооружении и начале серийной поставки данной техники. Кроме того, завершены госиспытания защищенных автомобилей семейства «Тайфун» 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также «Тайфун 6х6» с боевым модулем. Завершены предварительные и начатые государственные испытания бронеавтомобиля «Тайфун ВДВ». В первом квартале 2020 года в Минобороны планируют принять на снабжение всю линейку «Тайфунов» и начать их серийную закупку. Завершены предварительные испытания перспективного зенитно-артиллерийского комплекса 2С-38 «Деривация ПВО» и самоходной артиллерийской установки 2С-35 «Коалиция СВ». В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры 01 в перспективной тяжелой огнеметной системе «Тосочка». А вот сведения от замминистра по стрелковому вооружению. В 2019-м успешно прошел госиспытание «Пистолет УДАП». В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки. Также принято на вооружение в составе комплекса «Ратник», автоматы «Калашникова» и завода имени Дегтярева АК-12 и АК-15, 6П-67 и 6П-68, а также пулемет 6П-69, являющийся дальнейшим развитием линейки «Корт». В 2020-м собираются принять на вооружение новейший подвижный пункт разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем «ПРП-5» на гусеничной и колесной базе. Замминистра отдельно отметил, что такие новинки, как «Тосочка» и «Тайфун» 4х4 с боевым модулем будут впервые продемонстрированы на Параде Победы в Москве. А что думают зрители канала по этому поводу, жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от ТОП-Арми не заканчиваются, и чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала ТОП-Арми. Субтитры сделал DimaTorzok